Приветствую вас, дамы и господа, решила собственноручно рассмотреть, меня очень интересует вопрос о вчерашнем заявлении Камая Харриса, якобы по поводу криптоиндустрии, то есть я не смотрела, к сожалению, ее выступление так, чтобы на слух воспроизвести все это сказанное, но здесь искусственный интеллект и криптоиндустрия, хочу попросить разрешение. Разрешение звезда, да, большие надежды, хорошее разрешение. Давайте просто посмотрим, что она имеет в виду, подразумевает под этим то, что будет развивать криптоиндустрию. Ну тут по-разному, то криптоиндустрия, какие-то оговорки. В принципе, я делаю... Долго ждать, долго ждать, да, долго ждать. Оговорки какие-то были о ней? А нет, не оговорки, а я делаю расклад, как она будет относиться к крипте. Вроде как там, ну да, она на четверку с минусом неплохо. А давайте вот сейчас выясним, то есть уже после заявления, то есть мало ли она, что думала. Думала одну, а заставили сказать совсем другое. Вот. Так. Пузыри. Дальше. Долго ждать пузырь. Пузырь, который охраняемый пузырь. Семерка. То есть не доберешься. Ну и здесь тоже такие обещания по поводу вот этого. Только лишь обещания. Приятные. С цветами, с бутылкой шампанского. Но это не всегда исполнение. Тяжелый это будет для нее груз. Все это делать. Война. Какой-то дежавю. По большим деньгам. И очень много иллюзий. Старших арканов нет. Только одна звезда. То есть смотрите, здесь долго расти, но к тому же будут здесь какие-то боевые действия объявлены. По вот этому, как это считается, пузырь, да, и дежавю. Карта воспоминаний из прошлого. И соответственно здесь много сладких песен, речи и задействованы большие деньги. И к тому же, ну вот эта вот карта, она подразумевает много иллюзий. Обманная такая карта. Давайте посмотрим. Какие-то богатые семьи. Здесь семерка, а здесь кубков. А здесь паш кубков и богатые семьи. Мечтания. И луна. Все это под мутью. Ну я вот, собственно говоря, к этому и хотела идти. Вот один аркан старший вытащить. А что обозначает? Ну да, там ирофанок ей руководить. Ну с большими, ирофанты и большие мафиозные кланы. Но у меня совершенно другой вопрос. То есть она может криптоиндустрию и цифровой доллар дать при единстве с кем-то у нее. И первопобеда. То есть если она будет. Вот это вот напрягает. В идее оно неплохо открылось, но оно открылось так, что это может быть заложено ирофантом, то есть какими-то большими учителями, руководителями на мертвом уровне. И две десятки. Одна десятка богатые, супер богатые деньги. А это уже тоже они не бедные деньги, но похоже на какие-то кланы. То есть это тоже карта показывает клановость. А давайте вот докопаемся еще один вопрос. Нет, луна, жрица не вышла тайной, но вышла луна. Все-таки выскочила она луна. Выскочила она луна. И отношения вообще. Какое у нее может быть отношение? Какое ей навязано, такое будет отношение. Если она победит на выборах. По поводу криптоиндустрии. Ну не криптоиндустрии. Я имею в виду биткоин, альткоины. Крипто. Тезер. Неплохо пока что, мы долго ждали. Обман. Ну вы знаете, вот она, это обманная карта. Какая карта лазучка на дне колоде, какое-то разорение. Ну неизвестно еще. Опять эти семьи богатые. Выбор какой-то у нее будет. И девятка копков, это тоже небедный человек, который ждет гостей. По выбору что? Элизабет Ворон с большими иллюзиями. Ну или Элизабет Ворон, дама копков. Может и Ворон. Вот. Ну. Ну я вот так вот, я не знаю, это только лишь обещание. Но по обещаниям я вижу, что здесь много мучи будет. Ну давайте спросим. А там же Генцлер, если я ее выберу, там я сказал, что он будет министр финансов. Что будет вообще вот со всей криптой? Со всей криптой после того, как... Ну допустим при... Сейчас давайте смотрим Трамп и Харрис. Трамп и Харрис. Сигнификатор. О, справедливость. Законы. Харрис. Трамп. Харрис, спинтапли. Ну видите, под Харрис идет дьявол. Под дьявол. Очень тяжелое положение. Вот почему меня это смущает ее речь. Я сразу ее не поверила. Так, Трамп. С каким-то большинством, со страшным судом. И с этим спинтаплиом мечтательным. Ну, бургером. Можно бургеры покупать. Но здесь раздача монет. Дьявол как открывается. Большими надеждами. Эмоциональными. Звезда. Будет оказывать принудительную силу в окончании какого-то срока. Сила открывается тяжелым грозом. И хорошей работой. То есть она будет давить на крипту в поселье. А здесь собрание... Ну, будет собирать хорошую прибыль с крипты. И солнце. Солнце. Остроумные решения будут принимать по согласованию с кем-то. Очень смущает дьявол. Он неоднозначно открылся. Очень так достаточно... Неоднозначно. То есть силовые какие-то решения будут. Цепочка пищевая такая у нас здесь. Дьявол давайте рассмотрим. Так. Тяжелый груз. Окончание срока мир. И сила. Силовые воздействия. Большие надежды на эмоциональное... То есть какие-то большие надежды они возлагают. Ну, почему-то по силе, по силовым действиям будет окончание... То есть они... Ну, какой-то виток уже закончился для крипты. Со снятием большой прибыли. И тяжелый груз, который не может идти дальше вверх. Солнце. Остроумное решение какое-то. А здесь будет работа у нее и договоренности. Так. Смотрим Трампа. Что у него в Страшный суд? Ну, это он сам вылез. И десятка. Все-таки по Трампу-то лучше выходит. Раскрылся Страшный суд. Но Страшный суд, он считается как... Он такая причинно-следственная чистка на тонком плане. Не чистка, а взвешивание. Страшный суд. Взвешивание причинно-следственных связей. Здесь неплохо открылся. Богатыми семьями. То есть для крипты будет неплохо. Но сначала будут какие-то у него, если он будет... Если он будет... Ну, то есть у Трампа-то лучше открылось. У Харриса дьявол. То есть с дьяволом играет. А что подразумевает? А вот. Вот оно все подразумевает. Тайну. В общем, все в этом с тайной жрица. То есть нам еще пока что, наверное... По сигнификатору... Надо туда залазить. Еще не знаем, победит она или нет. Но в том плане то, что если победит... То есть большие тайны. То есть само выступление, наверное, все-таки, это большая тайна. Она совершенно, я так думаю, сказала... Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok